Тема сегодняшнего занятия это теория колебаний, колебательных движений. Колебательным движением называется любой периодически повторяющийся процесс. Периодический или почти периодический, то есть процесс, у которого есть некоторая величина, некоторое характерное время, после которой этот процесс начинает себя повторять. Ну или же повторять с некоторыми небольшими или не очень большими изменениями. Не все периодические процессы могут считаться колебанием. Например, вращение по окружности это тоже периодический процесс, у него тоже есть период. Однако, вращательное движение, хоть и очень близко к колебательному, оно родственное колебательному, но это не совсем колебание, не совсем в чистом виде. Поэтому периодически повторяющийся процесс должен происходить вблизи некого положения равновесия, вблизи некоторой точки, которая является положением равновесия данного тела. В качестве колебательных систем может быть рассмотрен целый ряд объектов. Например, тело на гладком столе на пружинке. Пружинка имеет жесткость К, тело имеет массу М. Может быть рассмотрены разные виды маятников. Ну, в частности, математический маятник, тело массы М на подвесе длины L. Или физический маятник, произвольное тело твердое, у которого есть ось вращения О. Ну и где-то из центра массы, соответственно, есть масса М. Это тело относительно положения равновесия смещается и возникают колебания. Во всех этих случаях есть некое положение равновесия, то есть там, где пружинка не растянута, или же нижняя точка при колебаниях этого маятника, или же положение, когда центр массы этого физического маятника, то есть центр массы абсолютно твердого тела, находится на вертикали прямо под точкой подвеса. К колебаниям могут приводить еще самые разные ситуации. Например, колебания поплавка с грузилом в воде. Поплавок колеблется вверх-вниз. Ну и, в общем-то, можно придумать еще целый ряд различных задач, которые будут сводиться к колебательному процессу. Несмотря на то, что физически все эти процессы существенно различаются, движения в поле силы тяжести, Архимедова сила, природа у силы упругости существенно различны. Тем не менее, законы, которые описывают теорию колебаний, они являются общими для всех. И мы уравнение этих колебаний сейчас получим в нескольких различных формах. на примере вот этого вот пружинного маятника, пружинно-колебательной системы. Мы будем рассматривать сейчас колебания без затухания. Свободные колебания без затухания. То есть отсутствуют внешние вынуждающие силы, и затухания в системе отсутствуют, то есть нет потерь. Итак, рассмотрим такой вот маятник. Запишем для него второй закон Ньютона. Считаю, что у нас тело сместили, и от положения равновесия, которое у него было, оно смещено на расстояние х. При этом на это тело действует возвращающая сила упругости. f упругости равно минус k на х. В проекциях, вот ось х мы видим сюда, ноль у нас будет здесь. f упругости равно минус kx, а с другой стороны это масса на ускорение. По второму закону Ньютона, масса у нас не меняется, можем написать, что это произведение массы на ускорение. Ускорение по определению – это вторая производная от х, х2' по времени, умножить на массу. Преобразуя это уравнение, будем иметь х2' плюс k делить на mx равно 0. х2' плюс k делить на mx равно 0. Величину k делить на m мы обозначим омега с нуликом в квадрате. И уравнение приведется к виду х2' плюс омега с нуликом в квадрате х равно 0. Что характерно для колебаний? Если у нас вторая производная равна какому-то коэффициенту умножить на х и со знаком минус, то это будет колебание. Если я перенесу в правую часть, в этот член, то уравнение будет таким. х2' равно минус омега с нуликом в квадрате х. Так вот, если у нас ускорение пропорционально смещению и знак стоит минус, то есть ускорение направлено против смещения, то мы будем получать колебательную систему автоматически. Если ускорение пропорционально смещения на знак плюс, то такая система будет неограниченно разгоняться, ну и решением ее будет какая-то экспонента, то есть х будет экспоненциально нарастать. Давайте выведем еще одно уравнение, еще одно уравнение колебаний. Здесь мы основывались на рассмотрении через уравнение динамики, но можно написать уравнение и для энергии. Давайте запишем уравнение для энергии. Когда пружина растянута, потенциальная энергия растянутой пружины это kx в квадрате пополам. А кинетическая энергия движущегося тела это mv в квадрате пополам. Сумма кинетической потенциальной энергии это полная энергия данного тела. Ну и поскольку у нас потери отсутствуют, полная энергия данного тела должна быть величиной постоянной. То есть это константа какая-то. Если мы разделим это уравнение на массу, домножим на двойку, то получим новую какую-то константу и уравнение будет иметь вид. будет иметь вид v в квадрате плюс k делить на m x в квадрате равно какой-то новой константе. Эти константы не совпадают. Скорость это первая производная от x, а k делить на m это омега с ноликом в квадрате. И тогда уравнение будет иметь вид x штрих в квадрате плюс омега с ноликом в квадрате x в квадрате равно константе. Вот это уравнение и вот это уравнение это уравнение колебаний без затухания. Причем колебания являются гармоническими. Уравнение гармонических колебаний. Через несколько минут мы покажем, что действительно гармонические колебания. Эти два уравнения эквивалентны друг другу. И если вам удалось получить либо уравнение в такой форме, либо уравнение в такой форме, то коэффициент, стоящий при x, то есть омега с ноликом в квадрате, есть собственная частота этих колебаний. Мы это через несколько минут покажем. Но сначала давайте посмотрим, как перейти от одного уравнения к другому. Поскольку уравнения эквивалентны, наверное, можно из одного уравнения получить второе и наоборот. Давайте посмотрим, как это сделать. Например, можем продифференцировать вот это второе уравнение. Дифференцируем его по времени. Что получится? Производная от x' в квадрате я могу вернуться к скорости. Давайте продифференцируем второе уравнение по времени. d по dt. Возьмем. Здесь будет d по dt от v квадрат плюс омега с ноликом квадрат d по dt от x в квадрате и равно это будет нулю, потому что производная от константы 0. Дифференцируем. Скорость зависит от времени. Но здесь у нас v в квадрате, поэтому производная от v в квадрате это 2v умножить на v' v' на производную по времени плюс омега с ноликом в квадрате на 2x на x' равно нулю. x' это скорость. Это скорость. x' равно v. Поэтому v можно сократить, двойку можно сократить. И отсюда будет следовать, что v' а v' v' плюс омега с ноликом в квадрате на x равно нулю. v' это ускорение. И мы снова получаем, что x' плюс омега с ноликом в квадрате x равно нулю. Таким образом, уравнение второе приводит нас к уравнению первым. Можно провести по вот этой цепочке в обратную сторону и получить второе уравнение. Так же. Но только тогда придется не дифференцировать, а интегрировать. В случае нелинейных колебаний, нелинейных колебаний, когда сила не является квазиупругой, то есть сила равна не минус kx, а зависимость какая-то более сложная, хотя может быть она близка к вот этой зависимости. Ну, например, в случае математического или физического маятника вместо x'а здесь стоит функция угла, то есть синус. Но при малых углах синус угла равен самому углу. В случае таких вот колебаний нелинейных мы будем получать через уравнение энергии немножко другой вид выражения, то есть немножко другую запись, чем то, что здесь сейчас приведено. но после дифференцирования после дифференцирования уравнение будет сводиться вот к такому вот виду уравнение для обычных колебаний x2'а плюс омега с ноликом в квадрате x равно 0. Но опять же потребуется, возможно, переход к малости углов, если вы рассматриваете математический или физический маятник. видео. Субтитры делал DimaTorzok